Ведущий Норкин возмутился слезам Лазарева от всего происходящего. Телеведущий Андрей Норкин возмутился тем, что певец Сергей Лазарев признался, что плачет от всего происходящего сейчас и не может творить. Норкин полагает, что творить наоборот нужно, как это делал композитор Шостакович. В связи с этим в передаче «Место встречи» на НТВ Андрей Норкин сообщил своим зрителям, что высказывания Лазарева не вызывают у него ни грамма сочувствия. Я недавно вот что прочитал. Певец Сергей Лазарев признался, что плачет от всего происходящего и не может творить. Ему написали, мол, Шостаковичу в блокадном Ленинграде мог творить, а он не может. «Ну, ребята, вы чего?» — цитирует Норкина известное интернет-издание. Отметим, что в начале апреля этого года вокруг семьи Сергея Лазарева разразился скандал, активисты. Возмутились тем, что певец является отцом-одиночкой и воспитывает детей, которые родились от суррогатной матери. Недоброжелатели призвали лишить артиста родительских прав. По мнению хейтеров, дочери и сыну Лазарева нужна материнская забота. Сергей ответил на нападки в свой адрес, напомнив, что у детей помимо него есть бабушка Валентина Викторовна, которая восполняет им внимание и заботу. «У нас много людей, которые хотят давать советы, когда их не спрашивают. Диванные критики — это отдельная история. Стараюсь этого не замечать. Я безумно люблю своих детей. Они очень воспитанные, в меру скромные, не избалованные, любознательные люди, которые навешивают ярлыки. Ничего обо мне не знают. Я справляюсь со своими обязанностями. «У меня хорошая семья», — сказал Лазарев в интервью. Вчера 39-летний певец впервые после скандала поделился совместной фотографией с Никитой и Анной в социальных сетях. Поводом для публикации послужил День защиты детей. Под снимком Сергей поздравил своих подписчиков и отец двух чудесных ребятишек, поэтому очень хорошо понимаю значение этого праздника. От всего сердца желаю, чтобы у всех детей на планете глаза светились от счастья, чтобы каждый малыш был любим. «Детство – прекрасная пора, время волшебства, сказок перед сном, чудесных откровений, новых знаний, беззаботного веселья и радости», — написал Лазарев в личном блоге. Также певец добавил, что неважно, какую профессию выберет ребенок, когда вырастет, важно, чтобы он был счастлив. Он призвал делать детей счастливыми, хвалить их и любить. Следует отметить, что установить личность женщины, которая стала биологической матерью для Анны и Никиты, пытались и СМИ, и поклонники, однако сделать это не удалось до сих пор. По информации журналистов, это могла быть хорошая подруга Сергея Лазарева, она била дедова. Родство с детьми ей приписывают из-за сильного внешнего сходства с Анней и Никитой. Кроме того, Лазарев сообщал, что назвал свою дочь в честь ее мамы. Добавим, что сам артист так и не подтвердил достоверность этих догадок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Кулакова